Всем здравствуйте дорогие друзья, с вами на связи я Камарачи. В этом видео я бы хотел затронуть речь о медалях, но о медалях, которые вам будут приносить опыт при их закрытии. Давайте же рассмотрим. И также я хотел бы сделать акцент, что это медали именно для новичков. Для людей, которые еще не прокачали свой разряд, не имеют доступа на какие-то другие хорошие водоемы, у них нет больших снастей, поэтому это именно для новичков. Итак, первая у нас медаль, это у нас идет рыболов, я поставил свой топ такой. Естественно, нужно заходить в игру, ничего такого делать не нужно, вы просто заходите в игру. 100 дней заходить в игру, вы можете сегодня пропустить день, зайти через неделю, главное зайти. Вот нужно 100 дней заходить, ну то есть, ну как, не 100, больше. 40, там 30, потом 40, ну и так далее, думаю вы поняли. И вам будет сыпать опыт. Это халява халяв, я даже не знаю, проще наверное медали и быть не может. Потом у нас идет медаль исполнитель, выполнить 3 многоразовых квеста. Здесь тоже все интересно, многоразовые квесты. Кто занимается, кто идет по ветке многоразовых квестов, ему нравится их фармить, выполняйте, вам будет сыпать опыт. Тоже очень неплохо, но квестов нужно сделать огромное количество. Ну не нужно еще и забывать, что за эти квесты также будут давать деньги, опыт и все остальное. Потом я поставил на третье место рыбалка в Тасмании. Тут интересно, то есть водоем озера Дав, я не помню с какого разряда он открывается, с 14 по-моему. Ну как, это тоже, я считаю где-то до 20 разряда, ты вот прям новичок, еще прям зелененький такой. Вот рыбалка в Тасмане, тоже нужно выловить. 15 рыб на водоеме, на водоеме озера Дав. Все просто, приходите и начинаете ловить, ловите, ловите и зарабатываете себе опыт. Можно даже мальков каких-нибудь таскать. Тоже, наверное, одна из самых простых медалей, но самая крутая, ну одна из самых крутых. Мне вот она очень понравилась, как раз в стиле, знаете, вот новичков. Следующая у нас идет Дай Леща. Выловить 10 лещей обыкновенно на наживку Мотыль. Здесь уже нужна будет удочка хотя бы на 5 килограмм, как у меня, но я думаю, это тоже не проблема. И таскать уже лещей на Мотыль. Единственное только, что на Мотыль, может быть, они будут плохо клевать у вас, то есть плоховато будут заходить, но если у вас определенная цель, вот опыт и все, я вот хочу закрыть медаль по опыту, то в принципе ничего невозможного нет. Можно спокойно его стараться закрыть. Это, этого леща. И все будет у вас замечательно. И опыта вам насыпет, конечно, немерено. Вы быстрее прокачаетесь. Тоже неплохая медаль для новичка. Само то. И теперь идет, я такое, вот знаете, вот я долго думал включать эту медаль в топ или нет. Это рыбалка в Чили. Рыбалка в Чили, сейчас я вам покажу. Тут, по-моему, вулкан. Да, вот он. Озеро Ранка. Тоже все просто, нужно поймать 15, ну то есть начиная от 15 рыб, ловите просто на этом озере. Но здесь есть небольшая загвоздочка. Это озеро, давайте посмотрим, Ранка, да. А, Даф у нас с 16 разряда, я немножечко вас обманул. Даф, озеро Даф с 16 разряда. Но его тоже включил в состав новичков. А вот Ранка с 26, но здесь я уже, конечно, не совсем такие новички. Здесь нужен вот этот вот квадроцикл, чтобы на нем участвовать. В Даф тоже лодка нужна. Но лодка стоит 12 тысяч. Ее, в принципе, можно приобрести. Это не настолько так прям бьет по карману. Ну, давайте сделаем так, что вот эти вот два, к примеру, на озере Даф и на озере Ранка, Ранка, это для таких уже средненьких таких рыбаков. Это уже будет не для новичков. Но, во всяком случае, в топ я включил. Все равно, чтобы вы как бы знали эти медали в лицо. И понимали, что, допустим, на будущую перспективу вы можете их выполнить. Но вам нужно купить квадроцикл и приобрести лодку. Давайте, кстати, посмотрим сразу же здесь, сколько стоит у нас лодка. Да, 12 тысяч. Я не думаю, что это будет проблема купить на 16 разряде лодку. Если вдруг у вас будет цель прям вот по опыту, то можете ее приобрести. И квадрик. Ну, квадрик, конечно, это проблема. Это большие деньги, так что нет. Все-таки в Чили мы не будем включать в состав даже средних рыбаков. Это уже, наверное, это уже будет, наверное, такой уже нормальный рыбак. Как объяснить, уже такой прошаренный, проверенный. Он уже знает, что, как. И уже покупает себе квадрик. У него есть лишние денежные средства. Мы такими средствами пока что не обладаем на данный момент. Поэтому у нас единственное только может быть рыболов, потом исполнитель, потом рыбалка в Тасмане. В завершении, где мы можем приобрести себе лодку. Считаю, это самые такие актуальные медали для прокачки своего персонажа. Если вы задались целью, чтобы его прокачать. А в остальном я всем также советую огромного клёва. Выполняйте квесты, самое главное. Потому что квесты в этой игре все. Старайтесь подбирать квесты, чтобы они были смежные с вашими медалями. Чтобы вы выполняли квесты и попутно выполняли медаль. Это будет вообще вот бомба. Знаете, и лучше и придумать нельзя. И так продвигайтесь маленькими, но уверенными шагами. И у вас все получится, все будет хорошо. Ну а вам я всем желаю крутого клёва. Огромных, крутых, больших трофеев. И хорошего дня. Всем пока.